Лучший почтальон России работает в Старомосколе. Татьяна Николаевна Рощупкина, начальник отделения связи села Долгая Поляна, за многолетний добросовестный труд удостоена высшей ведомственной награды. Звание – мастер связи. По ссылке письма телеграммы. 38 лет Татьяна Николаевна Рощупкина отвечает за доставку корреспонденции жителям сел Долгая Поляна, Прокудина, Окольная и Монакова. Начальник отделения связи порой и сама разносит почту, подменяет заболевших или ушедших в отпуск сотрудников. Потомственный почтальон не мыслит своей жизни без работы. Папа у меня работал почтальоном более 10 лет. Я еще в детстве с ним бегала, ну как бы 7-й, 8-й, 9-й. Помогала ему доставлять почту, составляла ему ходовики, помогала составлять. И как раз получилось так, что я закончила, мне 20 лет, я закончила техникум. И он приходит с работы и говорит, что начальник просит, чтобы ты ее подменила. Татьяна Николаевна честно признается, вначале испугалась. Как же так, сразу на руководящую должность. Освоить профессию помогли опытные наставники. Стало получаться, а мысль о том, что являешься связующим звеном между людьми из разных уголков страны, удержала на рабочем месте. Менялась почта, менялась и сама Татьяна Николаевна. Приходилось подстраиваться. На смену журналам отчетности пришли компьютеры, а общение через письма вытеснил интернет. Раньше, в Новый год, например, 8 марта, столько открыток приходило. Начинаешь там пелевать, рука устает. А сейчас нет? Жалко, конечно. А сейчас, да, пользуются интернетом все. Татьяна Николаевна искренне любит свою работу. И это чувствуют односельчане. Все, жизнь тут работает, обслуживает отлично, хорошо все. Никаких ссор никогда не было. Так что, и тут мы еще и отовариваемся. Есть у нее продукты всякие там, крупы, соки, консервы. Так что, все нормально. Хорошая женщина, доброжелательность. Ну, может, строго ее по отношению к работе. А так, никто на нее не обижается. Ни пенсионеры. Я другого не представляю. Потому что, ну, очень долгое время она уже работает. В 2002 году Татьяна Рощупкина выиграла областной конкурс профессионального мастерства. В 2014-м была награждена почетной грамотной Министерства связи. Еще через два года ее фотографию разместили на городской доске почета. А в этом удостоили главной ведомственной награды – звание мастер связи. Расставаться с любимой работой Татьяна Николаевна не планирует. Несмотря на то, что уже четыре года на пенсии. Анастасия Иконникова, Кирилл Чуй, Александр Балакин. 9 канал.